Петергоф удивительно красивое место, парк, Финский залив, фонтаны все эти, но знаете, что потрясает больше всего? Петергоф Туристы, которые приезжают в Питер, почти никогда не упускают возможность посетить также и Петергоф, который находится в 40 километрах от северной столицы. Территория Петергофа находится на южном берегу Финского залива. Само же название Петергоф происходит от немецкого Peterhof, что дословно означает двор Петра. Хотел бы я, чтобы и у меня был такой двор. Основан Петергоф был в 1710 году, и я думаю, вы догадываетесь с кем. В качестве императорской городской резиденции, а статус города ему был присвоен в 1762 году. Большой Петергофский дворец, который как раз таки и привлекает внимание большинства туристов, был создан в 1714 году. Для снабжения фонтанов на территории дворца был построен водопровод длиною в 40 километров. С 1990 года дворцы парки Петергофа включены в состав объекта охраны ЮНЕСКО, как исторический центр Санкт-Петербурга, и связанные с ним комплексы памятников. А в 2005 году он получил статус первого на северо-западе России наукограда. В Петергоф мечтаю попасть еще с 2000 года. Тогда еще я ездил в Питер со своим классом. Тогда, кстати, тоже был октябрь, но уже был снег. А сейчас, честно говоря, отличная погода даже, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад. Вот тогда я впервые в жизни попал в Санкт-Петербург. Тогда я впервые попал, конечно же, в Эрмитаж, но в Петергоф попасть у нас не получилось, потому что тогда было холодно, фонтаны не работали, а сейчас работают. Я помню, как мы приехали в Питер, и знаете, что мы первым делом пошли делать? Мы пошли в Макдональдс тогда. 2000 год. В Майкопе, в Краснодаре. Это вот где я чаще всего бывал. Там, конечно, никаких Макдональдсов и в помине не было, ребята. И тогда Макдональдс это было что-то сверхъестественное. Очереди были огромные. Очереди были огромные. Я помню, мы стояли минут 40, наверное, чтобы съесть какой-то вонючий там чизбургер или что-то такое. Но это было прям... Какое-то поклонение было этим бургерам. Давайте-ка с вами немножко разберем интересные факты о Петергофе. Петергоф это не просто дворец и двор. На его территории находятся 5 огромных парков, более 15 музеев и несколько десятков памятников, скульптур и фонтанов. Сам же дворцовый комплекс насчитывает аж 176 фонтанов и является самым крупным фонтанным комплексом в мире. Конечно, в прошлом при дворах любили и повеселиться, поэтому даже некоторые из фонтанов имели назначение быть потешными. Они начинали работать в неожиданный момент, таким образом брызгая посетителей. На территории дворцового комплекса множество белок, которые уже давно стали ручными и их не составляет труда покормить прямо с рук. Зимой вход на территорию всего дворцового комплекса является бесплатным. Однако вы должны помнить, что фонтаны работают только с мая по конец сентября, начало октября. Поэтому посещать комплекс лучше все же в это время, дабы насладиться красотой комплекса сполна. Дворец был создан по задумке Петра I, который после поездки во Францию был очарован и вдохновлен французским Версалем. Ну а чем же еще? На создание всего комплекса ушло более сотни лет. Строить его начали в 1714 году и строили 40 лет. Но во Вторую мировую войну он был практически полностью разрушен. И потом его реконструировали. И насколько это все сложно сделать, они сделали все это. И сейчас это все просто в нереально крутом состоянии. Но часть зданий, конечно, еще реконструируется. И не все части парка открыты. Здесь есть верхний парк, нижний парк. Здесь сейчас в нижнем парке. На территории комплекса есть так называемые римские фонтаны. Внешне они похожи на фонтаны из Ватикана. Петр I сам лично рисовал наброски. Поэтому образ Петергофа во многом стал именно таким по задумке Петра. По территории дворцового комплекса можно прокатиться на личной карете с личным гидом. Приезжая в Петергоф, большинство стремится лицезреть исключительно дворец с фонтанами. Забывая о том, что Петергоф это прежде всего город. Площадью 48 квадратных километров. И населением 73 тысячи человек. Здесь также есть и другие достопримечательности, которые можно посмотреть. Хочется взять дрон, запустить его тут, чтобы он полетал, расправил крылышки свои, винтики. Но везде висят знаки, что дроны нельзя запускать. У меня с собой рюкзак, вот, школьник. Но меня сразу же проверили, меня, на наличие всяких там дронов, гаджетов. Вот. И сказали, что ничего пускать нельзя, летного здесь. Давайте немножко познакомимся с постройками. Дворец Марли находится в западной части Нижнего парка. И представляет собой небольшое двухэтажное здание. С виду ничем не применчательное, но весьма элегантное. Своё название дворец получил в честь посещения Петром I резиденции французского короля Людовика XIV Марли-Леруа в 1717 году. Изначально там проживали знатные люди, но потом там начали хранить одежду и личные вещи Петра I. Некоторые из которых и по сей день находятся там. Собор святых апостолов Петра и Павла. Построен собор в стиле русского зодчества XVI-XVII веков. Он настолько высок, что его видно издалека с разных сторон. Снаружи собор имеет облицовку из тёмно-красного и светло-жёлтого кирпича. А в качестве украшения выступают яркие колонки из песчаника и яркие плитки. Собор вмещает в себя 800 человек, его высота 70 метров, а центральный крест весит 450 килограмм. Александрия – семейное гнёздышко четырёх поколений династии Романовых, название которого происходит от имени его владелицы – Александры Фёдоровны, жены Николая I. Особенность парка – разнообразие зелёных насаждений. Здесь есть дубы, липы, берёзы, клёны, тополи, ясени, а также множество редких экзотических деревьев и кустарников. Помимо наличия на территории зелени, там также имеются и различные декоративные элементы, среди которых скульптуры, беседки и даже караулки с элементами готической архитектуры. Место веет романтикой и каким-то особым даже домашним уютом. Сразу ощущается, что руку к созданию такого уютного парка приложили люди, имеющие представление о красоте и нежном характере Александры. Русская деревня Шуваловка – место, способное отправить в прошлое. Здесь вас ждут рестораны с русской кухней, здесь также возможно ознакомиться с русскими ремёслами и попробовать себя в роли ремесленников Древней Руси, а также посетить театр водки, в котором вам расскажут подробнее обо всех застольных традициях. В скотном дворе есть возможность погладить местного лиса Людвига. Здесь предлагаются также и экскурсии, во время которых можно не только узнать больше о Руси в далёкие времена, но и попробовать себя в качестве стрелка из лука и даже примерить доспехи. Но мы снова движемся, снова в путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин